вы знали что правильная стрижка может спасти ваш день а даже целую жизнь ладно насчет жизни я преувеличил но уверенность в себе она точно поднимет на новый уровень самый дорогой барбершоп мире находится в лондоне и стрижка там стоит 20000 долларов да столько же сколько ваш поддержанный автомобиль но не беспокойтесь сегодня мы расскажем не только как выбрать идеальный барбершоп но и как на этом деле неплохо зарабатывать и сегодня об этом нам расскажет конечно же мария с вами я денис лавченко это проект миллиона стартапе поехали ну а здесь собственно тот самый барбершоп который я так сильно люблю круто покажу покажете как зарабатывать деньги как открывать об этом нам конечно расскажет мария всем привет всем привет мама мама особенно мама и все родители знакомьтесь мария она не стрижет и не бреет но создала этот барбершоп где даже эти обрел бы стиль мария мозговой центр который превратила это место в топовый уголок для настоящих мужчин где мы когда вы это открыли на планете земля есть такая страна казахстан республика казахстан люблю не могу и в нем есть единственный барбершоп единственный пока что был до этого еще один был больше был круче был пафоснее был прям но вообще просто мед сейчас у нас все очень просто очень по домашнему очень уютно без напряга это как раз таки тот проект где мужчина может прийти и сделать все услуги то есть это не просто барбершоп это место где можно сделать коррекцию бороды можно подстричься как вы вообще пришли к идее создания своего барбершопа на самом деле произошло это очень легко и просто опять таки как и вся моя жизнь наверное слава богу когда я еще работала в московской франшизе как раз таки были планы были дни когда я выезжала смотрела помещение мечтала планировала соответственно хотелось привлекать инвесторов потом я поняла что все-таки открываться на свои собственные деньги это будет более правильнее чем привлекать инвестиции и после этого у меня был буквально один день на рассуждение о том открываю ли я свой бизнес или нет посоветовавшись с родителями со своей семьей в первую очередь конечно же я четко сказала я открываю открываем бизнес нужно делать деньги нужно работать квартира потом попозже потому что я считаю что если ты открываешь один бизнес ты откроешь и второй если ты не дурак ты откроешь 2 3 4 и заработаешь себе пятую шестую квартиру собственно у меня так произошло не планировалось просто получилось много ли было потрачено сил либо же денег чего больше вы потратили вот сами что-нибудь делали здесь конечно конечно я тот человек который очень любит контроль опять таки про восьмерку и очень люблю контролировать все что происходит и если ты не проконтролируешь это все пойдет не по плану и соответственно нужно было вкладывать и свои силы тоже я маленькая круглая девочка которая благополучно вешала например вот эту вывеску которая благополучно заносила сюда какое-то оборудование которое приходило и кричала на строители почему ты мне сделал нас от 5 сантиметров меньше это тоже было почему потолки у меня вдруг стали не такими как я хотела почему света мало провели почему нас электричество недостаточно почему у нас вот это вот это это все да вот ну как раз таки с моими силами сколько сил денег вложено весь этот бизнес смотрите это уже наш второй барбершоп то есть это уже не первое дело именно крупный такой достаточно бизнес если взять вообще в принципе вскупе и вообще вот дать цифры людям одна очень хорошая однокомнатная квартира выше альфа ну мы же понимаем сколько да это выходит по деньгам поэтому запоминайте все деньги которые здесь приходили они всегда в обороте всегда в обороте когда уже поступила уже первая прибыль тогда да тогда уже начали мы как-то распределять между соучредителями я вам хочу узнать ваш самый первый заработок когда вы начали работать первый раз в 14 лет я работала в обычном в англии в англоязычной школе в которой я расклеивала объявления по домам 14 лет мне оплатили я не знаю 2000 тенге может быть 3000 тенге но мне было круто классно я успевала откладывать денежку и покупать подарки своей маме для меня это было наверное самое важное в тот момент что покупали маме покупал всякие статуэтки там цветы что-то такое чтобы заработать денег и подарить именно маме вот не знаю вот потом 18 лет я устроилась работать в театр в основном опера как-то мы уже сами говорили о том что как получается быть девушкой с характером степана так вот наверное это все таки благодаря театру проработав там около года я сменила деятельность на ресторан и бизнес пошла работать в ресторан проработав там год потом еще сменив работу я уже основательно решила что я пойду в салоны бизнес и вот собственно в 20 лет я устроилась в московскую франшизу в крупнейшую где лучшие тусовки у нас в клубе собственно да это была такая самая наверное классная работа мы когда я уже работала на кого-то у меня было очень прекрасное начальство были большие возможности вот 20 лет собственно так и пошло что и осталось в сфере барбершопов 22 года меня уже сделали управляющим руководителем здесь в алматы здесь начались какие-то проблемы нужно было решать мозг молодой быстро соображает решает проблемы и собственно вот меня перевели и я думаю что мое начальство прежнее они об этом не пожалели когда люди начали задумываться что обычная стрижка может стать чем-то большим чем просто услугой возникла идея барбершопа все начиналось того что мужчины искали место где можно не только подстричься но и расслабиться пообщаться и погрузиться в атмосферу стиля и комфорта пионеры этой идеи поняли что можно создать уникальное пространство которое будет притягивать клиентов снова и снова одним из таких людей был джонни барабер был одним из первых кто решился воплотить эту концепцию он вложил средства в стильный интерьер нанял талантливых барберов и предложил клиентам не просто стрижку а целый ритуал ухода за собой этот шаг оказался успешным его барбершоп стал популярным местом где клиенты наслаждались процессом и возвращались снова и снова это у вас какое-то желание я не знаю это желание постоянно работать или что что вами движет вы просто рабочая лошадка или есть какая-то мотивация другая рабочая лошадка лучше конечно мягко грубо ну ладно я вас спрещаю на первый раз мы здесь не комплиментами смотрим так что нормально да слушайте кто-нибудь наверняка подумает что это заглушение одиночества возможно я просто слышала такое что ты наверное работаешь так потому что тебе одиноко нет не потому что мне одиноко потому что я хочу посетить очень большое количество стран я хочу пожить в разных странах я хочу видеть разных людей я хочу чтобы мой бизнес он был не просто одним одной точкой я повторюсь я монополист мне свой бренд одежды я не хочу оставаться на одном я хочу развивать его настолько обширно такими большими проектами чтобы это все работало как часы личную жизнь и карьеру распределять на самом деле очень легко самое кстати главное это вовремя отдыхать потому что если ты не будешь отдыхать а просто пахать каждый божий день то ты просто загонешься в это момент начнешь плакать такими горькими слезами как крокодил тебя не соберешь кучу поэтому очень важно я для меня самое вообще наверное важно это раз в неделю взять один выходной где тет на тет с собой либо со своими друзьями мы уезжаем в горы и обязательно звоню сразу за неделю вперед так мы едем в горы мы едем кататься на сноубордах мы едем на копчега и мы там покупаем билеты улетаем куда-то потому что по-другому нельзя обязательно нужно вечером прийти домой отдохнуть спокойно сесть вспомнить весь день вспомнить свои ошибки подумать как бы ты их больше не совершил исправить их может быть как-то и соответственно выходные обязательно отдохнуть я хочу открыть свой барбершоп я прям хочу этим заниматься пока что я стригу но смотрите пока что я стригу я немного хочу в обширно начать сразу дам совет наверно пока что я стригу так не работает есть на моем примере есть люди которые как раз таки были мастерами барберами открывали бизнес привлекали большие инвестиции это 20 миллионов тенге до 50 до 70 миллионов и закрывались вот у многих есть такое отношение к бизнесу вот я сейчас откроюсь и у меня сразу же пойдет не пойдет у тебя сразу же не пойдет у тебя никогда это так не заработает разными там на 10 тысяч может быть человек да бывают ситуации но в основном это нужно пройти вот от точки а до точки б такой тернистый путь пройти такие просто медные трубы чтобы тебе реально заработать свой первый миллион допустим нужно сделать очень большие усилия но многие что делают они открылись такие прибыли нет закрываемся даже не хотят привлекать допустим тебя не хватает денег они хотят привлекать инвестиции они хотят там находить какие-то маркетинговые пути может тебе реально там маркетинга не хватает может и уже соберешься и многие бросают на полпути такие ну ладно все неинтересно ну нельзя так но наверное бросают все-таки те кому это вообще в принципе не нужно это не их я объясню почему потому что как в сфере барбершопов так и в сфере допустим ресторанного бизнеса руководитель не может быть просто там мастером например так не работает ты должен если ты руководители хочешь открыть бизнес ты должен быть и мастером и уборщицей и с мемчиком и таргетологом и я не знаю с поставщиками ты должен уметь все то есть так не работают что ты вот мастер и взял открыл бизнес это на самом деле провальная история три лайфхака для начинающих первое это вовремя подписанные документы все с поставщиками с арендодателем неважно совсем все договора все какие-то контракты может быть тоже самое главное подписание документов бесконечные коммуникации с различными людьми я очень люблю поболтать с нашими гостями во первых у нас ценник у нас ценник разный и соответственно гости у нас разные очень люблю поболтать с людьми которые к нам приходят поспрашивать что им нужно что им интересно почему вчера с женой поругался почему он позавчера в таиланд слетала что-то у него не то пошло вот очень интересно и постоянно хочется узнавать у них что у них там интересненького происходит чтобы понимать какие ошибки не допускать допустим вот и там ты или как его удержать у нас вот нельзя хапать себя нельзя вот прям это все мне нельзя поделись отдай отдай помоги подскажи там направь в правильную руслость видишь что человек не справляется подойди помоги ему скажи давай сделаем так давай вот здесь вот так сделаем давай вот ты что ты побольше здесь заработал мы с тобой сделаем вот так давай здесь тебе как-то ну покомфортно сделаем оставаться нужно человеком очень важно оставаться человеком какие бы деньги у тебя не были сколько бы ты не зарабатывал всегда нужно Но помнить, что деньги сегодня и завтра их нет. Поэтому вот самый главный, наверное, лайфхак – это остаться человеком. В любом случае, когда будут и деньги, и популярность, и все, что ты хочешь, все у тебя будет. Останься просто человеком. За последние пять лет количество барбершопов выросло на 40%. Эта индустрия стала одной из самых быстро растущих в сфере услуг. Финансовые показатели впечатляют. Общий оборот рынка превысил 1 миллиард долларов, а средний годовой доход барбершопа достиг 200 тысяч долларов. В США барбершопы открываются со скоростью один новый бизнес каждые три дня. Успех обусловлен высоким спросом на качественные услуги и уникальную атмосферу. Инвесторы видят в этой индустрии огромный потенциал. И с такими темпами роста барбершопы становятся прибыльным бизнесом для многих предпринимателей. Как выстраивать те самые коммуникации в этом бизнесе? Дисциплины. Если ты будешь спать, у тебя ничего не получится. Если ты будешь употреблять алкоголь или какие-то еще запрещенные средства, у тебя ничего не получится. Нужна обучаться всегда постоянно. На данный момент наши все сотрудники проходят курсы английского языка. То есть, опять-таки, это вот, наверное, маленький такой секретик, что не каждый может похвастаться тем, что они готовы вкладывать столько много сил, денег и энергии в мастеров. Потому что, во-первых, это твой заработок. Если ты хочешь зарабатывать деньги, то будь добр, то вкладывайся. Ну и, собственно, вот английский язык один из фишек. Как удержать вообще свой бизнес? Не дать ему прогореть? Всегда быть в настроении. Никогда не давать понять команде, что у тебя что-то не так идет. Это в первую очередь. Во-вторых, при найме сотрудников, например, я ссылаюсь на человека. Если я вижу, что человек, допустим, неопытен или, может быть, еще что-то, я понимаю, что я могу его поднатаскать, дать ему побольше знаний, опять-таки, набраться знаний от моих уже нанятых мастеров. Соответственно, с ним мы работаем на определенных условиях. Там, допустим, 40 на 60 или 30 на 70, допустим. Ну, 30 на 70, на самом деле, это уже кабальные условия. Поэтому я предпочитаю вести бизнес 50 на 50. 50% это для мастера, потому что его опыт, его наработанные клиенты, его мастерство. 50% это наша аренда, наши коммунальные услуги, наше оборудование какое-то. Вы помните свой самый первый заработанный здесь миллион? Ну, вот это вот ощущение мне важно передать, как это было. Наверное, не проживешь такие эмоции еще раз. Когда я заработаю первый миллион долларов, тогда я к вам приду и позвоню ей, Денис, скажу, Денис, я заработала, срочно приезжаем, мы летим на Гавайи отдыхать, все, все за мой счет. Вот, наверное, было бы так. Пришло ощущение того, что... Что бы еще? Хочется еще чего-то. Хочется 5 миллионов, хочется 7 миллионов, хочется 37 миллионов. Я за активы в бизнесе, я не за пассивные покупки, которые мне не приносят никакого удовольствия. Вообще, самое сложное в предпринимательстве, как я считаю, это заработать свой первый действительно миллион и заработать свой первый капитал. Свой первый капитал, когда ты зарабатываешь, потом ты его начинаешь уже крутить, соответственно, деньги уже генерируются. Я монополист в своем роде и считаю, что это круто, потому что всегда один бизнес должен перекрывать другой. Бывают разные ситуации, и лучше, чтобы у тебя было их несколько, главное их вовремя контролировать. Но когда ты зарабатываешь уже первые, когда выходишь уже на прибыль, соответственно, ты понимаешь, что так, распределяем финансы, но вкладываемся еще больше, потому что ты хочешь еще больше. Вот я про это. Если у меня здесь все хорошо, я эти денежки возьму, и обязательно впулю в другое. Мария, у вот этого всего бизнеса какая окупаемость? Ну, то есть, в течение какого времени можно окупиться? Вот вкладываешь, сколько должно пройти времени? Смотря сколько ты вложил. Если ты вложил 60 миллионов, ты будешь окупаться 5 лет. Если ты вложил 20 миллионов, ты будешь окупаться 3,5 года. Если ты вложил 10 миллионов, ты их купишь за год. Вы за сколько? В зависимости... Сейчас мы посчитаем, как раз сколько оно... Сейчас мы посчитаем, да? Смотрите, я уже говорила, что в первом салоне у нас была вложена одна хорошая однокомнатная квартира в центре... Ой, выше Аль-Фараби. Здесь, конечно же, было немного меньше, ну, и, соответственно, у нас на это ушло полтора года. Полтора года. То есть, сейчас это уже полностью окупленный бизнес. Открыть свой барбершоп – это все-таки большое дело. Но мы многие видим, знаем, что многие не стараются открыть свой барбершоп, свой бренд, они покупают франшизу. Почему? Почему так? Очень удобно. Очень хорошая маркетинговая стратегия сразу же прописана. Прописаны все правила, все стандарты. Тебе не нужно придумывать велосипед. Ты покупаешь франшизу, ты работаешь по стандартам, которые уже прописаны. И если этот бизнес дает прибыль, соответственно, ну, как бы, очень даже удобно и круто купить. Например, я сейчас на рынок международный выхожу со своей франшизой. Я же не продаю кого-то другого. Я не создаю новый какой-то бренд, я продаю свое. Это интереснее. У меня уже все прописано, все готово. Знаете ли вы, что многие знаменитости предпочитают барбершопы за их уникальную атмосферу и высокое качество услуг? Например, Дэвид Бэхэм, один из самых стильных мужчин в мире, регулярно посещает эти места, чтобы поддерживать свой безупречный образ. Брэд Питт, известный своей харизмой, также доверяет только лучшим барберам. Поп-звезда Джастин Тимберлейк любит барбершопы за их внимательное отношение к деталям и персональный подход. Эти заведения стали популярными среди звезд не только благодаря высокому уровню мастерства, но и за возможности расслабиться и почувствовать себя частью стильного мужского сообщества. Мой маркетинговый вообще план, он просто в какой-то момент побил все рекорды. Мы работали с различными медийными личностями. У нас Трикси режиссер сериала 5.32, Асхат Принц, Кисло-Сладкий и очень-очень-очень-очень много рэперов, с которыми мы работали. И, соответственно, быть медийными и работать с такими людьми это очень круто. Это очень круто. Моя любимая часть программы лезть в кошелек, но только, конечно, в рамках программы. Только что, свой Каспий? Да, да, откройте, пожалуйста, ваш Каспий. А он у меня заблокирован. Я шучу. Все-таки, какую бы сейчас, в 21 веке, да, в 2024 году вы бы посоветовали не профессию, а нишу, куда предпринимателям заходить? На ваш взгляд. Фазенды. Фазенды? Да. Это аграрные структуры. Сеять поля, выращивать кукурузу, открывать сыроварни, открывать, не открывать, а разводить скот. Вот как бы там ни было, человек должен прийти к земле. Почему наши мамы, они хотят всегда вот, уже ближе там к 50 годам, они хотят пойти в земле, там чуть покопаться, огород им нужен, Маша, купи мне дачу. Маша такая, хорошо, мамуля, я сейчас заработаю на даче. Вот, и, собственно, потому что хочется к земле. А почему? Потому что земля, это хорошо. В любом случае, это хорошо. Хорошо, когда у тебя есть скот, когда у тебя есть очень большие стадо баранов, там, коров, лошадей. Это очень круто. И вот, наверное, все-таки в этом, в чем я бы тоже хотела бы преуспеть. То есть, надеюсь, через какое-то время мы снова снимем выпуск, уже просрывали. Да, где уже Мария у нас чабан. Да. На самом деле я не одна, у меня есть партнер, его зовут Мухаммед Диар, которому я очень сильно благодарна за все, что он сделал для нашего совместного бизнеса. Я являюсь основателем, соответственно, потом был привлечен как раз-таки соучредитель в компанию, потому что мы работаем в долгу, и, соответственно, это соучредительство. Это идеальное партнерство на мой вид вообще в принципе. Не дай бог, кто-то сглазит, но вот если бы он был бы у каждого предпринимателя, это было бы просто замечательно. Но в основном, конечно же, больше всего каких-то внутренних операционных моментов решаю я, потому что он все-таки больше про деньги. Когда мне не хватало уже денег, естественно, были привлечены инвестиции, это вот как раз-таки про него. быть девушкой в мужском бизнесе это быть Марией с характером Степана. То есть ты в любой момент должна быть на старте, что случится что-то плохое. Случалось очень много плохого, но самое главное пережить этот момент действительно с мужской энергией, с мужской силой воли, я бы так сказала, наверное. Если бы я была бы какой-то тряпкой, я бы уже давно сдалась, и у меня бы ничего не получилось. Но тут приходится просто постоянно из-за плохих моментов постоянно приходится развивать свою сталь, наверное. Я не знаю, как по-другому сказать. В элитных барбершопах Лондона и Нью-Йорка стрижка может обойтись в 10 тысяч долларов. Например, знаменитый барбер Стюарт Филлипс стрижет своих клиентов за баснословные суммы, включая услуги личного стилиста и индивидуальный уход. Но есть и бюджетные варианты. В некоторых странах, например, в Индии или Вьетнаме, стрижка на улице может стоить всего 1-2 доллара. Такие уличные парикмахеры работают прямо под открытым небом, предлагая быстрые и недорогие услуги. Интересный факт. В среднем, по данным исследований, стоимость стрижки в США составляет около 28 долларов, а в Европе около 20 евро. Таким образом, разница в ценах на стрижки зависит не только от уровня сервиса, но и от региона. Мы хотим развить наш бренд настолько огромным, настолько конкурентоспособным, чтобы он был действительно на очень хорошем высоком уровне. Я знаю, что есть предприниматели, которые тоже, точно так же, как и я, очень тяжело, очень через боль, через слезы, но смогли, и я смогу. Поэтому мировой рынок это да, это обязательно. Сейчас первое, например, что у нас происходит, одно источнее, это направление в Арабские Эмираты, опять-таки. Мы сейчас ведем очень серьезные такие переговоры с Дубаем. и, соответственно, придем мы к этому. Обязательно придем мы к этому. Мария, напоследок, Денис, очень приятно. Очень приятно. Мария, что бы вы хотели передать зрителям? Есть ли какое-нибудь послание? Хотела бы пожелать, наверное, не сдаваться. Самое, наверное, крутое, это быть со сильным стержнем, и нельзя его разбивать, нельзя, нельзя останавливаться. Всегда нужно идти вперед. Вот все пишут в книгах, никогда ничего не бойся, ты всего сможешь добиться. Никогда ничего не бойся, ты всего сможешь добиться. Спасибо большое. Взаимно. Мы прощаемся. Вообще, я очень рад, что сейчас есть барбершопы, потому что как мы стриглись. Раньше это был просто ужас. Вот что это такое? Помните эти времена, когда парикмахерские были серыми и скучными, а стрижки однообразными и безликими. Никакого стиля и никакой атмосферы. Вот так я выглядел до барбершопов, а вот так после. С вами был Денис Савченко, это проект Миллиона Стартап, и надеюсь, вы усвоили многие уроки, научились всяким лайфхакам, поэтому мы увидимся в следующем выпуске, когда я уже буду лысый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Денис Савченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Денис Савченко. Редактор субтитров А.Егорова